Экспресс-тест на ковид можно провести уже и самостоятельно, в домашних условиях. Его нужно лишь купить, но здесь есть риск. Можно стать жертвой мошенников. Они создают поддельные страницы интернет-магазинов. Все выглядит очень натурально, но оплата уходит на карту злоумышленника, которого вычислить практически невозможно. В итоге покупатель получает пустышку или совсем ничего. Разговор на эту тему продолжим с представителем Роскачества. На связи со студией старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Сергей, приветствуем вас. Расскажите, как специалисты Роскачества выявляют сомнительные сайты? Вы самостоятельно мониторите сеть или работаете по жалобам пользователей? Как это происходит? Добрый вечер. В основном мы работаем по жалобам пользователей, которые поступают к нам через сайт или социальные сети. Также мы, можно сказать, держим руку на пульсе и активно мониторим актуальные виды мошенничества в сети. Сергей, а вот можно говорить о буме сайтов, где продают тестовые пустышки? Много ли их? Да, мы отмечаем рост этих сайтов, так как для потребителей эта тема сейчас весьма актуальна. Но подобный рост продлится недолго. С уменьшением числа заболевших уменьшится и спрос на тесты. А значит и теряют актуальность мошеннические сайты. А как отличить страничку добросовестного онлайн-магазина от сайта мошенников? На какие признаки надо в первую очередь обращать внимание? Некоторые мошеннические сайты сделаны весьма качественно. И на первый взгляд очень сложно определить его истинную суть. Но дело укроется в деталях. Так, к примеру, сайт будет зарегистрирован недавно. Проверить это можно почти на любом сайте хостинга. Сертификат безопасности – это замочек в адресной строке. Если и будет, то, скорее всего, будет на три месяца и выдан совсем недавно. Узнать о этом можно, если самостоятельно зайти в свойство сертификата. Также, если дойти до оплаты, следует обязательно проверить, кому уходит платеж. Если идет перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек, это повод серьезно задуматься о доверии к этому сайту. Сергей, ну и последний вопрос. Скажите, вообще стоит покупать экспресс-тесты в сети? Если да, то на каких ресурсах? Какие можете посоветовать? Если есть потребность приобрести подобный тест, то лучшим решением будет покупка в физических аптеках или в онлайн-аптеках. Если дойти до физической аптеки не предоставляется возможным, то такие тесты можно приобрести у крупных интернет-магазинов. Но всегда перепроверяйте, на нужном ли вы сайте. Если говорить о целесообразности, следует учитывать, что тесты на антитела имеют погрешность. И если результат необходим точный, то лучше обратиться в лабораторию и по крови выявить количество антител. Сергей, спасибо большое за советы. Надеемся, зрители прислушаются. Вывод – нужно быть внимательнее и доверять только проверенным сайтам.